Здравствуйте, дорогие зрители! Вот что написал Юрий Нагибин в своем дневнике в 1969 году. «Я утратил чувство ориентации в окружающем и стал неконтактен. И никак не могу настроить себя на волну кромешной государственной лжи. Я близок к умопомешательству от газетной вони и почти плачу, случайно услышав радио или наткнувшись на гадкую рожу телеобозревателя. Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься, как охватывает ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернемся к этой блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение. И мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука. И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, к жизни разума и сердца. У большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь. Вновь снят запрет с подлости, предательства. Опять никаких нравственных запретов. Никакой ответственности. Детский цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль. Но похоже, что с тех пор ничего не поменялось. И нигде не поменялось. И я... Для меня эти слова звучат очень актуально. Я вообще не понимаю, как вы еще живете. Как мы еще живем. Для меня это величайшая тайна. Загадка. И... Вот это, пожалуй, у меня вызывает удивление. Не вопрос, зачем жить. Не вопрос, как жить. Не вопрос, в чем смысл жизни. А вопрос... Не вопрос, стоит ли жизнь того, чтобы прожить. А вопрос, как мы еще живем. Для меня, например, то, что раньше было для меня ценным, потеряло ценность. И сейчас, например, раньше я был социально озабоченным человеком. Теперь для меня социум представляет собой ужасную массу обезьян. Просто. Я, к сожалению... Да. Про рожи телеведущих. Гадкие рожи телеведущих. Умопомешательства от газетной войны. От этого негатива. Да. Все это есть. Государственная ложь. Нам лгут. Все переврано. Все извращено. И... Кругом отупение, низость и немота. Люди не могут говорить даже. Они даже разучились понимать. Это какие-то серьезные, серьезные нарушения. Это еще надо проанализировать. Но люди слышат слова, но они не понимают смысла этих слов. Запуганный зоопарк. И я просто, конечно, удивляюсь. Удивляюсь. Мне мир этот неинтересен. Мне неинтересно общество, которого нет. Произошло что-то ужасное, чудовищное с нашим социумом. Произошла дегуманизация. Просто дегуманизация. У общества превращается. Люди отуплены, одебилены. И... Как вот ученица моя сказала на консультации. Чокнутая цивилизация. Мы живем в чокнутой цивилизации. В абсурдном мире. Капитализм абсурдный и иррациональный. Вообще, я не знаю. Разум, разум это такая редкость. Встретить разумного человека. Мне кажется вообще, что вот все, что я слышу, это все, ну, ну, все это глупость большая. И... А может, я уже чокнулся. Может, я, конечно, уже с ума сошел. Но... Я не вижу вообще никакого света. Никакого света нет. Это сплошной мрак. Просто мрак ужасный. И... Я сам себе поражаюсь. Вот. Что во мне меня заставляет жить. Понимаете, этот мир для меня абсолютно чужой. Вот я понимаю, что все чужое. Что все мне навязано. Что мне навязано. Мне навязан язык. Навязаны программы определенные. Представления мои. Потому что я запрограммирован, заколдован, так скажем, на языке волшебной сказки. На языке фольклора. А вот запрограммирован. До сорока лет мы, как бы, нас программируют. И мы себя программируем. А потом, после сорока лет, да, и мы осваиваем этот мир, и присваиваем его. После сорока, этот мир кажется абсолютно чужим. Вот я чужой. Это... Я чужой для этого мира. И этот мир чужероден для меня. Я не могу его принять. Он неорганичен. То есть, я... Я на каком-то уровне, конечно, принимаю этот мир. Понятно. Но вот глубинно, экзистенциально я его не могу принять. Я понимаю, это все не мое. А что мое? Мне интересно то, что мое. И поэтому мне интересно развивать свой собственный мир. И его отстаивать, его защищать. Вот это... Вот это удивительно. И поэтому я в таком конфликте с миром. Я не с собой в конфликте. Вот, кстати. Очень интересно. Я себя принял таким, какой есть. Вот сегодня на консультации мы говорили. Вообще, гениальнейшие консультации мои. Просто гениальнейшие. И как мы глубоко копаем. Это самое прекрасное, что только может быть. Это мои консультации. Это для меня так. И, конечно, для тех, кто учится у меня. Но вот ничего подобного в этом мире нет. Это единственная, может быть, вещь, которая прекрасная. Прекрасная для меня. И родная, и близкая. И вот это возлюби ближнего, ближнего, как самого себя. Вот. Это как раз это слова вообще психолога. я человек, ближний, который становится ближним, человек, который попросил тебя помощи, и с которым вы вместе выкарабкиваетесь, вы вместе вылезаете из болота, вы вместе ищите выход, вы сотрудничаете. Вот кто такой близкий человек. Это человек, с которым вы сотрудничаете вместе, вы объединены этой целью выхода из тупика. И это, конечно, потрясающе. Так и вот так и появляется любовь к ближнему, любовь к человеку. А у нас отчужденность. Это вот страшная отчужденность. Мир для меня чужой. окружающий мир чужой. Я его не хочу осваивать. Я в нем все понял. Мне он неинтересен. И вот я думаю, что меня держит в этом мире? В этом мире меня держит только моя душа. Больше ничего. Моя великая вселенская божественная невероятная душа. И то она вселенская, и то она божественная. значит, не моя. Но душа. Душа меня держит. Мой внутренний мир только он. Все остальное для меня дико. Для меня наша цивилизация, народы, правители, власть, это варвары, это дикари. я я не вижу ни одного мудреца, я не вижу ни одного пророка, я не вижу ни одного человека, которому присуща была бы какая-то божественность, какой-то свет внутренний, я этого не вижу. Это просто это такой отстой, это страшно, страшно, действительно, это варварство. Вот я так ощущаю, я так себя ощущаю, что я живу среди варваров, и куда ни кинь, всюду клин. Всюду клин. Это вот это вот озарение мое очень похоже на то, что писал Юрий Нагибин, ну, и вот детский цинизм, женщины, у нас ведь однополые семьи, однополые семьи, представление о семье очень поменялось, кстати говоря, семьи-то сейчас какие? Бабушка, мама, дочка и кролик, кролик, из мужчин в семье только кролик, представляете, какой это ужас, кем вырастет эта девочка? У нее нету представлений о том, кто такой мужчина. Она о мужчинах будет судить по кролику своему. это ужасно все, ужасно, значит, самое главное, что это все, это все не мое, это все чужое, мир для меня чужд, он для меня чужой, это я это понял, и это не просто спектакль, это не просто ад, это не просто какая-то какая-то блеводина, это именно чуждость этого мира, чуждость, просто Марс, Марс, это просто Марс, знаете, вот среди вот инопланетян я живу. Так что это все, это все, это все неандертальство, неандертальство. Вот одиночество это плата за развитие, одиночество плата за развитие, когда вот так вот разовьешься, достигнешь вершин духа, ты понимаешь пророков, говоришь с ними, и ты понимаешь все это удивительную философию, мир, махатм, то это вот вот этот видимый мир окружающий выглядит как язычество, варварство, неандертальство. Вот что это такое? Это отсталость. Вот кто-то про средние века пишет, это хуже, это хуже. Это уровень, это уровень людоедов, людоедов. Вот что мы имеем. так что у меня ощущение такое, да, что это беспросветная глупость вокруг, неандертальская мораль, варварство, и конечно, да, охватывает ужас и тихое отчаяние. я в ужасе от этого мира, я от него в ужасе. Вот те, кто учится у меня, они постигают душу свою, познают любовь, и они понимают, они начинают понимать, в каких нездоровых вообще семьях они выросли, и в каких нездоровых отношениях они находились, так вот это, когда ты больше погружаешься в это счастье, в любовь, в рай, ты понимаешь, что тебя охватывает ужас от того, что тебя окружает. Это тихий ужас. Вот. И я не вижу из этого выхода, между прочим. вот люди воюют, я не понимаю, за что они воюют, ничего не поменяется, ничего не поменяется. Поменять можно только поменяв себя, поменяв свое сознание. И конечно, тут невольно становишься асоциальным человеком. И интересно только одно, это книги, это книги, я вот сегодня еще купил пять книг очень интересных, я буду с вами какими-то интересными мыслями делиться, но вот в основном мир у меня вызывает боль и мучения, душевную боль. Вот, ничего другого он у меня не вызывает, никакой радости, не культура наша, культура это неандертальская культура, не образование, ничего. литература это доносы на людей, художественно выполненные, ничего, телевидение это вообще, это вот, это просто кошмар, это такая пропаганда, такая проституция, просто жуткая. вот, так что у меня вопрос, как вы еще живете в этом мире, напишите об этом в комментариях, мне очень интересно послушать. Для меня мое собственное существование это загадка, это тайна, которой я прикоснулся, я не могу это разгадать, потому что никакого смысла я не вижу в жизни, никакого никаких изменений я не вижу, никакого достоинства я не вижу, честности, развития, прогресса, ничего этого я не вижу, и ради чего я живу, я не знаю, я не знаю, но вот это удивительная сила жизни, это удивительная энергия жизни, это вызывает у меня, вот это единственное, что вызывает у меня восторг и благоговение, вот, кстати, благоговение перед жизнью, смотрите, как интересно, единственное, единственное, я вот к этой тайне опять прикоснулся, все, о чем бы я не размышлял, я как раз выхожу на эту тайну и загадку, все это, все для меня очень таинственно, магично, жизнь, это магия, я вот так и не понял, а зачем это все нужно, но напишите вы в комментариях, дорогие зрители, что вы думаете по этому поводу, без целых поэтому мы и не 46 а сейчас 睡 今